И снова в историко-культурном центре «Людно» здесь продолжаются мероприятия, посвященные выборам участников нового состава общественной палаты Ленинского района. Прием заявок от кандидатов закончился еще в начале апреля, но просто изъявить желание и подать документы недостаточно. Свою кандидатуру надо защитить и доказать, что именно ты достоин представлять жителей муниципалитета в палате. Просто интересно, с кем мы будем дальше работать, что из себя люди представляют, какие взгляды на жизнь, какое отношение к району Ленинскому и как они представляют свою работу в общественной палате. В отличие от предыдущих общественных обсуждений, в этих участвовали кандидаты-самодвиженцы, те, кто пока не состоит в каких-либо общественных организациях, но имеет активную гражданскую позицию. Если человек имеет активную жизненную позицию, если человек активен в том или ином деле, то он всегда будет полезен обществу, если он готов помогать и вступить в общественную палату, это тоже общественное объединение. Соответственно, это люди, которые хотят вступить в общественное объединение, пусть они раньше не состояли, зато сейчас у них есть возможность, есть шанс. И, конечно, возможность есть у всех. Задачи, с которыми кандидаты идут в общественную палату, разные. Кого-то волнуют вопросы экологии, медицины, другие ратуют за продвижение молодежной политики и взаимодействия с ветеранами, пожилыми людьми. А Николай Ушаков, житель 6 микрорайона города Видное, идет в палату с целью решения проблем новой застройки. Там у нас, как говорится, уже несколько лет идут различные разборки между управляющей компанией, обращались в администрацию, в общем, все на словах. Хотелось, чтобы все-таки больше внимания обращали, не отделывались пустыми словами. Из 40 кандидатов самовыдвиженцев только половина приняла участие в минувших общественных обсуждениях. Для тех, кто по каким-либо причинам не смог выступить, предусмотрена еще одна дата общественных обсуждений – 20 апреля. А 22 числа настанет день рейтингового голосования, которое состоится в кинотеатре «Искра». Юлия Погосян, Владимир Андрианов, Екатерина Чернышева, Бинет-ТВ.